ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российских водителей, возможно, будут штрафовать не только за перевозку ребёнка без автокресла, но и за перевозку домашнего животного без специального бокса или переноски. С предложением внедрить их к руководству ГИБДД обратился один из депутатов Госдумы. Парламентарий переживает, что некоторые питомцы, особенно собаки больших размеров, находящиеся на переднем пассажирском сидении, могут отвлекать водителя, закрывать обзор или мешать воздействовать на органы управления. Это чревато серьёзным ДТП. ТРАССА 101 В августе в нашей стране существенно вырос спрос на новые автомобили. По мнению экспертов, это стало следствием запуска программы льготного автокредитования. Агентство «Автостад» прогнозирует, что самой покупаемой по итогам последнего летнего месяца новой иномаркой окажется «Хавейл Джолион». Цены на него сейчас стартуют с отметки 2 миллиона 29 тысяч рублей. Среди наших марок лидирует «Лада Гранта» минимум 678 тысяч 300 рублей. Также в перечень наиболее востребованных моделей входят «Нива Ледженд», «Лада Веста» и ещё один китаец – «Черри Тига 7 Про». ТРАССА 101 Серийный выпуск компактного отечественного электрического кроссовера «Кама», о котором стало известно около двух лет назад, планируется наладить в 2024 году. А в 2023-м должны стартовать полноценные испытания. Когда «Электрокар» презентовали, сообщалось, что он будет стоить около 1 миллиона рублей. Правда, сейчас это уже не та «Кама». К примеру, длина машины увеличилась на 1 метр почти до 4,5 метров, мощность двигателя выросла со 109 до 150 лошадей, а запас хода с 250 до 450 километров. ТРАССА 101 «Фольксваген» представил новый пятиместный кроссовер «Табендор». Автомобиль будет продаваться в Китае. Оснащается он двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил. Топовые комплектации получат 220-сильный двигатель того же объема. Трансмиссия безальтернативная. Семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод передний либо полный. О стоимости новинки информации нет. В России самый дешевый «Фольксваген» – седан «Поло», как указано на сайте производителя, стоит минимум 1 миллион 629 тысяч 900 рублей. ТРАССА 101 «Бугатти» не желаете? Оказывается, новый автомобиль этой французской марки так просто не купишь. Предприятие, по словам его руководителей, обеспечило себя заказами на три года вперед. Разобрали быстро и новый Родстер W16 Мистраль, стоимостью примерно по 5 миллионов долларов за штуку. Всего будет выпущено 99 экземпляров. Суперкар комплектуется 16-цилиндровым мотором мощностью 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость – 450 километров в час. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова